Всю советскую страну, весь мир облетела радостная весть. Беспримерный в истории человечества космический полет летчика-космонавта майора Германа Степановича Титова на корабле-спутнике «Восток-2» успешно завершен. И вот наступил день встречи героя-космонавта в Москве. На аэродроме собрались жители столицы, прибыли руководители коммунистической партии и советского правительства, родители и родственники космонавта. Вот он, славный сын нашей Родины, летчик-космонавт Советского Союза, коммунист Герман Титов. Товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик, докладываю, задание Центрального комитета и Советского правительства выполнено. На корабле-спутнике «Восток-2» 6 и 7 августа 1961 года совершен 25-часовой космический полет. Облетел более 17 раз вокруг земного шара и благополучно приземлился точно в задном районе. Все оборудование космического корабля работало безотказно, чувствую себя превосходно, готов выполнить любое задание партии и правительства. Майор Титов. Встретились Юрий Гагарин и Герман Титов. Два героя-космонавта, два друга. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Торжественный кортеж направляется к Красной площади. В эти незабываемые для всего человечества минуты во всех уголках Земли миллионы людей слушали волнующие слова летчика-космонавта Германа Тидова. Никита Сергеевич Хрущев произнес речь полную гордость из основных сынов советского народа и Великой Коммунистической партии. Около трех часов продолжалось шествие москвичей по Красной площади. Новая победа нашей Родины вдохновляет всех советских людей на еще большие подвиги в строительстве коммунизма. Субтитры создавал DimaTorzok